МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диктором тотального диктанта в городском округе в этом году стал Дмитрий Харатьян. Ему доводилось читать текст в рамках акции в Таллине, причем для целого стадиона. Сегодня миссия не менее ответственная, признался артист, который свой первый диктант в жизни сам писал в Красногорске. Как говорил наше все, великий Александр Сергеевич Пушкин, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Поэтому об этом нужно помнить всегда. И вот, собственно, мы и занимаемся тем, что пробуждаем чувства добрые. Может быть, не лирой, но пером, но тем не менее, это русская речь, это русское слово, это русская литература. Потомкам Пушкина стоило бы лучше знать орфографию и пунктуацию, уверен замглавы округа Ростислав Мурзагулов. Он также сел за парту. Писатель по совместительству знает цену слову точки и запятой, как в художественном тексте, так и на бюрократической бумаге. У любого чиновника, который что-то подписывает, в день у меня там бывает штук 400 каких-то писем. И когда их читаешь, слезы на глаза наворачиваются, поскольку действительно люди у нас слово «мама» с четырьмя ошибками пишут иногда. И в том числе и чиновники, в том числе и письма, которые пишут на имя чиновников. И это, в общем-то, все, конечно, действительно очень сложно, это очень плохо, потому что мы, в конце концов, так все можно по-русски разучиться говорить. Учиться никогда не поздно, а такая акция позволяет не просто периодически повторять правила, но и смело заявлять о своей грамотности. В этом году для проверки был представлен непростой авторский текст Гузель Яхиной. Красногорцы писали третью часть трилогии «Вечер». Свои оценки участники «Тотального диктанта» узнают после 18 апреля.